Приветствую! Уверен, что зритель «Чудесство» пришлось на 90-е годы знаком с Даниэлем и его 406-м Peugeot, являющимися главными героями фильма «Такси». Лично для меня первые две части были, да, именно были, одними из любимых комедий. Меня привлекал хулиганский характер Даниэля и его взаимоотношений с полицией Марселя. Почему именно были? Не так давно я решился на пересмотреть первую часть «Такси». Нашел время, посмотрел и понял, что не испытываю на сегодняшний день никаких прежних симпатий к выходкам Даниэля. Ну что же, время идет, все мы растем, именно ощущение растет вместе с нами. Так что по игре-то? Игра поздняя. В момент появления копии игры в рыночных палатках я уже сформировал свои игровые вкусовые предпочтения. И игры данного толка в их число не входили. Тем не менее, игра попадалась ко мне в руки на одном из сборников. Я ее запустил и бросил это дело на первом уровне, как не перспективное. Для этого решения сложились такие обстоятельства, как убогая графика, вождение безвнятной физики и игра на время. Думаю, дальше можно не продолжать. Учитывая игровой жанр, всего шедевра, увлекаться классификацией разделов ролика нет ни желания, ни смысла. Поэтому обговорим все тут и сейчас и плавно перейдем к итогам. Поехали. Перед началом игрового процесса игра недусмысленно намекает на наличие автосохранения, что не может не радовать. Наконец-то технический прогресс добрался до домашних игровых консолей. Первый уровень встречает игрока, скорее всего, полным непониманием этого игрока, что тут вообще происходит. Так как первый заезд без должной подготовки закончится провалом миссии буквально через 5-6 секунд. Все потому, что игра ограничивает время. Во время покатушек в верхней части экрана можно увидеть таймер, который отсчитывает время назад. По достижению значения 0 уровень провален. Таймер обновляется в течение заезда по контрольным точкам, только я не увидел какого-либо визуального отображения этих самых контрольных точек. После первого уровня, как ни странно, начинается второй, под наименованием «Беременная женщина». Все как в фильме. Задача особо не изменилась. Едем из точки А в точку Б за отведенное время, но теперь по узким извилистым улочкам, избегая скудный трафик движения машин. Если к моменту осознания вышесказанного диск с игрой не улетел в открытое окно, то настало время вкусить все прелести местной физики вождения. В первую очередь мое внимание приковало наличие легкого автоподруливания на поворотах, которое непонятно для чего сделано. Да еще и отключить нельзя. И только после этого до меня дошел тот факт, что поворотами я управляю стиками. Что тут сказать удобно. К третьему уровню разработчик начал догадываться, что дальше так продолжаться не может и стоит добавить новый игровой опыт. Поэтому было принято решение устроить раллиные гонки. Один на один. Местами по асфальту, а местами по грунту. Тут на игрока может снизойти осознание, что в игре напрочь отсутствует механика или хоть какие-то подобие механик ралли. Поэтому разницы между асфальтом и грунтом нет. В общем и целом, если есть вопросы по физике вождения машины, то игра вам ничего не ответит, так как она совершенно не в курсе об этом. Что управление машиной, что прыжки с трамплинов, что столкновения с другими машинами, выполнены в игре, мягко говоря, не очень хорошо. Четвертый уровень. Рандаву с Петрой. Включает новое препятствие в виде заслона полиции на улицах города. Чуть трогаем полицейскую машину и уровень провален. Это весьма сильно, по моему субъективному мнению, снижает темп игры. Что не очень хорошо для подобных проектов. Похожая ситуация и на пятом уровне. Завтра кулелу. Полиции тут нет, но покататься по узким коридорам складов придется много. Пройдя более половины игры, я задался вопросом. Что за красная шкала находится рядом с зеленой? Со второй все понятно. Это по сути шкала болтов автомобиля. Болты кончаются, авто разваливается. Тут все ясно. С красной было не все так однозначно. Разобраться в вопросе мне помог шестой уровень под именованием «Ваша команда, генерал». Кстати об уровне. Тут разработчик вносит новый элемент, такой как верный путь. Он нравится мне больше, чем заслоны полиции, так как не ломает динамику заезда как минимум. Суть в том, что нужно выбрать верный маршрут до аэропорта Марселя, ориентируясь по указателям. На уровне встречается полиция, которая может иногда помешать прохождению. В моем случае в одном из заездов полиция прижилась ко мне с левого борта и заблокировала уход от лобового столкновения. Удар был сильным и его хватило для того, чтобы разбить кузов. А так полиция будет стараться зайти перед вами и резко затормозить, что тоже не очень приятно. И признаюсь, тут я чуть-чуть подзастрял. Самую малость. Не хватало буквально пары секунд до следующей контрольной точки. В голову закрылась мысль, что я явно упускаю какой-то важный для прохождения момент. Этим моментом и оказалась красная шкала, которая является индикатором нитроускорения, благодаря которому я и смог выторговать у игры несколько лишних секунд, необходимых для прохождения. Шкала нитро восполняется автоматически, но лучше не злоупотреблять. В противном случае машина может буквально загореться с последующим провалом уровня. Седьмой уровень, как по мне, не совсем честен к игроку. Все намекало на то, что нужно просто следовать за похитителями по верному маршруту, учитывая тот факт, что в начале есть пару развилок и можно провалить уровень, уехав не в ту сторону. Но каково было мое удивление, когда в конце уровня, следуя по пятам за похитителями, буквально прижавшись, я провалил уровень. Как оказалось, нужно было обязательно сыграть на опережение и в финальный поворот заехать первым. Восьмой, девятый уровень, он же финальный. Ничего нового. Ночные покатушки по узким улочкам с многочисленными поворотами, которые тяжело увидеть и легко пропустить в первом случае и заезд с поиском верного маршрута, преследуя похитителя во втором случае. По итогу прохождения игры вам в награду напишет браво и на этом все, что вы могли наблюдать после каждого успешного пройденного уровня. Ни финального ролика, ничего. Помимо истории есть режим аркада, который дублирует уровни истории, цель которых гонка один на один по аналогии с третьим уровнем ралли. Возможно, вы могли обратить внимание на слегка негативный окрас моих слов в сторону игры. На самом деле это не так. Просто игра откровенный проходняк, без каких-либо излишеств. Тем не менее, было местами интересно поиграть и покопаться внутри сего творения игровой индустрии. Музыка местами ничего-то для проходничка, выбора сложности нет. Да и игра не сложная, проходится под кофе за час-полтора, а если знать дорогу, то за полчаса осилить не составит никакого труда. Спасибо большое за внимание уделенное время. Забегайте на огонек ретро-базы в группу ВКонтакте. Там вы сможете приобрести лицензионные ретро-игровые вкусняшки, как по фиксированной цене, так и поучаствовать в аукционах.